В страшном пожаре в здании ГУВД погибли 57 человек. Возгорание началось около 17.30. Здание построили в 1936 году, перекрытия были деревянными. Из-за этого огонь начал распространяться с огромной скоростью. Людям, находившимся в кабинетах, не хватало воздуха. Они теряли сознание, умирали от отравления угарным газом. Тяжелее всего пришлось экспертам-криминалистам. Их отдел располагался на пятом этаже. Сотрудники прыгали из окон, почти все из них разбились насмерть. По официальной версии, пламя разгорелось из отлеющего окурка, который бросили в пластмассовую урну. Владимир Глухов прошел афганскую войну, боролся с террористами на Кавказе, отдал службе в системе МВД более 40 лет. Трагические события, которые произошли 10 февраля 99-го года в Самаре, вспоминает как самое тяжелое время в жизни. Мы всегда помнили, помним и будем помнить этих ребят, которые ушли из жизни нелепо, глупо, но тяжело для нас, для всех и для родителей. Почтить память погибших пришли действующие сотрудники силовых ведомств, ветераны и кадеты. Я выбрал кадетскую службу, потому что хочу продолжить традиции служения Отечеству, Родине. Собираюсь выступать в военное училище. Помимо того, что сегодня будет возложение у Вечного огня, наши ребята еще выставляют почетный караул в стиле с фамилиями погибших при исполнении служебных обязанностей на Соколово-34. По окончании траурной церемонии в часовне святого Александра Невского, которую построили на месте выгоревшего дотла здания, прошел молебен. После этого родные и близкие погибших в пожаре отправились на кладбище Рубежное и Южное, чтобы возложить цветы к могилам. Анатолий Головко, Григорий Плешаков, События.